Всем привет, дорогие друзья! На связи канал уже не доктор, и сегодня мы с вами проведем классический технический анализ, то есть в обыкновении, как мы его проводим, посмотрим на биткоин, а также во второй части этого видео я раскрою детали моделирования ценности биткоина Stock to Flow, которая предсказывает в своем классическом, точнее во втором варианте, подъем цены биткоина аж до 100 тысяч долларов. Мы с вами также рассмотрим возможные сценарии новой модели, которая называется Stock to FX, которая предсказывает подъема цены уже в следующем году до 288 тысяч долларов, ну а старая модель о ней уже упоминать не стоит, потому что она предсказывает подъем всего лишь до 55 тысяч долларов. Ну что же такое 55 тысяч долларов? Ничто! Когда я говорил в начале этого года, что в конце года мы с вами уже пересечем двадцатку, и уже в конце двадцать первого года мы увидим скорее всего сотку, то надо мной все смеялись. Но сотка сейчас наверное уже не выглядит столь смешной целью, не так ли, учитывая предыдущее ралли? Конечно же впереди нас вполне вероятно ждет какое-то грандиозное движение, и вероятнее всего это будет коррекция, потому что нам она просто необходима для пути на 100 тысяч долларов. В общем, давайте сегодня это все рассмотрим, так что поехали. Прежде чем я начну, сразу же, прям сходу, пожалуйста, нажмите этому видосу лайк, вообще подпишитесь на канал и на колокол нажмите, чтобы новые видосы не пропускать. Это же важно, действительно. Все, что касается денег, это крайне важно, не только для вас, но и для всех людей, о которых вы заботитесь. Поэтому прямо сейчас подпишитесь, нажмите лайк и вот колокол нажмите, и коммент потом еще в конце оставите, ладно? Вот, поехали. Давайте, прежде всего, вспомним, о чем мы с вами говорили в прошлом видео. А говорили мы о целях, которые мы можем определить с помощью других инструментов, не похожих на предыдущие периоды торговли, так как биткоин вошел на территорию тех цен, на которых он еще никогда не был. Здесь немножко другой подход. Точнее, некоторые новые методы, возможно, скажем, выходят на первый план для применения. И мы в прошлый раз рассматривали две методологии. Это классический теханализ и вторая методика, это были линии коррекции по Fibonacci. И мы с вами четко, прям четко определили уровень цен, то есть цели по ценам. Как раз это было 23 700 долларов, и цены вот поднимались вот именно аккурат к этой точке. Так что, как минимум, за это уже нужно мне поставить лайк. Кроме того, мы с вами рассматривали другой вариант определения цели. Это как раз таки фигура восходящий расширяющийся клин. Или же можно еще его назвать граммофон. В связи с тем, что вот он напоминает форму граммофона. Эта фигура как раз таки с течением времени увеличивает волатильность актива. То есть такой расширяющийся канал. Он еще идет вверх, и подробнее мы его с вами в прошлом видео рассматривали. И здесь как раз таки его цели четко совпадали именно с целями по линии коррекции по Fibonacci. Сейчас мы с вами находимся на недельном тайм-фремии. Чтобы детальнее посмотреть, как это все было, вернемся на 4-х часы. Как раз таки я еще в прошлом видео говорил, что при пробитии 20-ки и в рамках этой фигуры движение вверх происходит, как правило, очень-очень-очень резко. И цели мы достигли как раз таки очень быстро. Сейчас. Что же происходит сейчас? На самом деле, с точки зрения классического технического анализа, не очень-очень сейчас понятно, что происходит. Но то, что бросается в глаза, и давайте перейдем на более мелкий тайм-фрейм, чтобы мы больше деталей видели. Ну, наверное, это бычий вымпел, который, кстати, вот сейчас уже пробивается. Пробивается в сторону повышения. Вот у нас туда же объемы появились, и это, походу, истинное пробитие. Вот. То есть у нас объем, по крайней мере, на часовом тайм-фрейме уже есть. Давайте попробуем посмотреть, какие у нас цели по данной фигуре. Значит, берем мы флагшток наш, измеряем его высоту. И вот с точки пробития мы смотрим, что целями у нас по данной фигуре будет примерно 27 тысяч долларов. Но не стоит забывать о том, что, обратите внимание, да, каких масштабов данный у нас вымпел, и каких масштабов у нас как раз таки вот та самая фигура, восходящий, расширяющийся клин. То есть он намного больше, соответственно, и важность, и его границы, они намного важнее и сильнее. Соответственно, верхняя его грань будет выступать в качестве сопротивления. Поэтому я так подозреваю, что не суждено, не суждено будет целям достигнуть 27 тысяч долларов сейчас. Ну или во всяком случае это будет происходить не так уж и резво. Поэтому движение, скорее всего, сейчас будет вот наподобие такого, будет какое-то отклонение, возможно, ретест какой-то. И если повторное отклонение, то уже мы, скорее всего, с вами посыпемся вплоть до 20 тысяч долларов. То есть к нижней границе этого восходящего, расширяющего клин. Но все-таки, не нужно же все-таки забывать, что пробитие у нас возможно. То есть все-таки это может быть в условиях текущего прям мощнейшего просто рынка. Все-таки это может произойти. Поэтому цели тогда по данному бычьему вымпелу, их тогда уже можно будет принять за основу. Но пока что я бы короткосрочно следовало бы, наверное, нам все-таки быть поосторожнее. Стоит ли открывать короткие трейды на текущем рынке? Как и прежде, наверное, не стоит. Я бы не открывал. Стоит ли открывать лонг позиции? Да, возможно. Но с частичным снятием прибыли на уровне 24 тысяч долларов. Сейчас можно посмотреть. Объемы у нас появились. Давайте все-таки уберем вот эту штуку. Сейчас мы видим, что было у нас некое отклонение пока что цен. Если сейчас цены протестируют, у нас уже есть объемы. В принципе, уже можно было бы в лонг попытаться заходить где-то ловить. И еще дополнительно, если кто-то сильно осторожный, можно дождаться подтверждения этого движения. Во всяком случае, стоп-лосс мы будем ставить где-то на уровне 22 с половиной тысяч долларов. Вот по данной вершине, по данной впадине можно ориентироваться. В принципе, это может быть неплохой трейд. И частично можно было бы распродаться здесь. Или же просто подтянуть стоп-лосс куда-то повыше на уровне вершины максимума. Это у нас будет 23 тысячи 600. И себе спокойненько наблюдать за событиями. И если повезет, то схватим достаточно крупный трейд. Торговать, шортить на текущем рынке... Ну, вы поняли. Не стоит, на мой взгляд. А теперь давайте вернемся к моделированию ценности Stock-to-Flow. И давайте немного проанализируем график, который мы имеем. Ну, прежде всего я хочу напомнить, что моделирование ценности Stock-to-Flow построено на основе эмиссии того или иного актива. И привязывается к его стоимости. То есть на дефиците, грубо говоря, за основу взято золото и другие драгоценные металлы. И в данном случае приравнивается к этому всему биткоин, наслаивается на эту модель. И получается, что мы оцениваем, насколько у нас изменяется стоимость в связи с изменением предложения. То есть с изменением ценности добычи, процента добычи уже на текущий момент существующему активу. И мы можем с вами посмотреть ряд халвингов, которые были в 2012, 2016 и текущий 2012 год. Мы можем обратить с вами внимание на несколько интересных вещей. То есть вот он у нас первый буллран был. И мы можем, во-первых, обратить внимание на цветовую градацию. Как раз таки здесь обозначено количество дней до следующего халвинга. То есть насколько свежий период после какого-то определенного халвинга. То есть красным цветом у нас будет период самый свежий. То есть аккурат сразу после халвинга. Оранжевым уже менее свежий. Желтый. И вот самый-самый пик перед халвингом это вот синего цвета. Мы с вами можем оценить примерно на какой позиции мы сейчас с вами находимся. То есть самый первый такой буллран был вот в 2011 году. И здесь цена биткоина выросла до 10 долларов. То есть очень такая была психологическая отметка 10 долларов. Здесь мы видим зеленый цвет. Но я бы не ориентировался на тот самый первый период. Я бы смотрел на время после 2012 года и после 2016 года. Чтобы определить где на каком примерно цвете нас с вами ждет вершина. То есть мы можем увидеть, что после халвинга 2012 года пиковое значение, которое было в 2014 году было около 1100 долларов. Там по-моему 1200 долларов на некоторых биржах доходило. И здесь у нас был цвет вот такой вот желтенький. А после 2016 года, вот пик в 2017 году в конце там уже был почти 20 тысяч долларов. Биткоин доходил до этих цен там 19 600 долларов. Мы тоже видим, что здесь примерно тот же самый цвет. То есть желто-зеленый. То есть примерно такая же обстановка, как и здесь. И мы примерно можем оценить в такой ситуации, в какой точке мы сейчас находимся. Сейчас мы находимся в красной зоне, которая потихонечку переходит в оранжевую зону. То есть мы сейчас с вами находимся в самом-самом-самом-самом-самом-самом-самом-самом начале bull run. И цели по сути по модели stock to flow примерно около 100 тысяч долларов уже к концу следующего года. Теперь давайте немного проанализируем, из чего вообще строится и каким может быть максимум в этом бычьем забеге. Максимум цен по биткоину, учитывая как раз таки моделирование ценности stock to flow. Сейчас перед вами находится логарифмический график стоимости биткоина. И текущая вот красная линия как раз таки это текущее значение цен после халвинга, который был в мае месяце. Голубым вот таким светло-синим цветом обозначен как раз таки период с халвинга 2016 года. И темно-синим обозначен движение цен после халвинга 2012 года. И мы здесь можем найти ряд закономерностей. В первую очередь мы можем посмотреть сравнение как раз таки в процентном соотношении, как отличалась массивность изменения цен биткоина после халвинга 2012 года и после халвинга 2016 года. Мы видим, что после 2012 года биткоин вырос на значительно большую величину, чем после халвинга 2016 года. То есть мы видим тенденцию к уменьшению доходности. То есть понятное дело, что капитализация актива увеличивается. Она увеличилась очень быстро. И чем больше капитализация актива, тем сложнее сдвинуть его цену. Тем он менее поворотливым является. Он теряет свою волатильность. Этот актив становится более надежен. И его чаще уже в своей работе применяют какие-то более консервативные инвесторы. Что же мы видим сейчас? Мы видим, что на текущий момент цены обгоняют булран, который начался после халвинга 2016 года. То есть сейчас мы движемся даже быстрее, чем раньше. Что как бы противоречит этой закономерности. И если мы еще внимательно посмотрим на этот график, то мы можем увидеть, что пикового значения после халвинга 2012 года цена биткоина достигла примерно после 12-13 месяцев после того халвинга. После халвинга 2016 года цена достигла пика после 18 месяцев после халвинга. И это нам как бы говорит, что у нас тут разница есть в периоде примерно 5 месяцев. Это значит, что мы можем примерно рассчитывать, что наверное следующий цикл он будет еще на 5 месяцев длиннее. То есть примерно 23 месяца нам следует ожидать. 23 месяца после халвинга, который был в мае 2020 года этого года нам следует ожидать появления следующего максимума. И если учитывать вот эту тенденцию к снижению доходности и невероятно важный психологический уровень 100 тысяч долларов. То смею предположить, что как раз таки цена примерно будет к этому времени именно в районе 100 тысяч долларов. Почему же появилась точка 288 тысяч долларов в новом моделировании от товарища план B, который является автором всей этой вещи. Наверное как раз таки по вот этой вот причине, по вот этой вот причине и по вот этой вот причине, которая показывает, ну хотя он еще раньше даже сток 2 фикс еще раньше, чем после халвинга. Ну в принципе он показывал тенденцию на усиление. Он как раз таки давал эту модель сток 2 фикс. И учитывая вот эти факторы, наверное он таки из-за этого гнет линию в сторону, что все-таки цены как минимум повторят, повторят движение. И уже вот через сколько у нас уже прошло на текущий момент, у нас уже прошло 6 месяцев. То есть примерно через полтора года мы достигнем примерно цены в 300 тысяч долларов. То есть это утверждает непосредственно сам план B. Лично я бы не смотрел на ситуацию с биткоином столь оптимистично, но думаю, что соточку мы с вами вполне себе увидим. Так что друзья мои, ориентируйтесь на такие вещи. И если вам интересно увидеть другие варианты модели, моделирования ценности биткоина, вот не только сток 2 флоу, о котором я часто говорю, а еще другие варианты, они и есть. Поэтому вот тогда подпишитесь обязательно на мой канал и вот, чтобы не пропустить их. Ну а на этом у меня все. И я надеюсь, что я дал вам достаточно пищи для размышлений. И напишите свое мнение. Биткоин достигнет 100 тысяч долларов? 288 тысяч долларов? Или все-таки мы сейчас ран радуемся и биткоин вообще скачется в нулину и не будет стоить ничего? Такие мнения, кстати, тоже есть. Так что если вы думаете иначе, не удивляйтесь. В общем, пишите обо всем в этом комментариях. Я обязательно некоторым из вас на самые интересные комментарии отвечу. Ну и собственно, как и обычно, я желаю вам всем жирного профита. До скорых встреч, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok